Пролетарии всех стран, соединяйтесь, мы с тобой одной кровью, ты и я именем Аристотеля. Приветствую вас, уважаемые зрители и слушатели нашего канала. Глава вторая. Частно-хозяйственные монополии в прошлом. Первая часть. История хозяйственной жизни обнаруживает многочисленные случаи всякого рода соглашений и объединений между предпринимателями. В античном хозяйстве эти соглашения носили характер торговых спекуляций. Известные случаи, рассказанные Аристотелем о знаменитом философе Фалесе Милетском, пользуясь своими познаниями в астрологии, давшими ему возможность предвидеть наступление хорошего урожая оливок, Фалес закупил при помощи задаток почти все прессы для выжимки оливкового масла в Милетте и Хиосе. Когда пришло время сбора и оказался сильный спрос на эти прессы, Фалес, пользуясь своим монопольным положением, поднял цены и по сильно повышенным ценам распродал имевшиеся в его распоряжении прессы, вырущив таким образом большую сумму денег. Аристотелем рассказывает также о других случаях такого обогащения путем спекуляции. Но все это в случае спекуляции, совершившихся отдельными лицами. Катон Старший, который был, как известно, большим патриотом и обличителем нравов, являлся в то же время большим спекулянтом, ростовщиком и эксплуататором рабского труда. Он охотно давал деньги в рост и занимался судоходством, снабжая деньгами торговцев и из дальних островов. Катон для уменьшения своего риска основал товарищества лиц, дающих деньги в рост. Он побудил участников этого товарищества сооружать на общий счет корабли для монопольного сбыта многочисленных товаров в колонии. Причем выручка делалась между всеми участниками поровну. Катон уже, кроме равной со всеми долей, должна была принадлежать и сверх этого известная сумма. На распространение соглашений между торговцами в античном мире указывает целый ряд законодательных мер этой эпохи. Так, в Афинах существовали запрещения скупки за раз большого количества хлебного зерна каждым отдельным торговцами с тачкой между ними. И когда некоторые мелкие торговцы провинились в том, что вопреки закону они скупили за раз больше, чем 50 корзин зерна, то их судили за это в Совете и даже хотели казнить. В Риме закон установил репрессии против соглашений торговцев предметами потреблений, направленных на возвышение цен. С конца 5 века по Рождеству Христово законодательство уже категорически запрещает всякие монополии, а также и корпорации, и цехи, развившиеся со 2 века по Рождеству Христово. И обнаруживавшие монополистические тенденции. Вот поэтому и сейчас тоже, заметьте, Третий Рим, я имею ввиду Соединенные Штаты в данный момент, они тоже активно боролись по началу 20 века с монополиями. Закон Шермана, Жакон Клейтона, Жакон, Закон. Вполне понятно, что эти объединения торговцев в античном мире не могли иметь ничего общего с современными картелями. Ну это понятно. Прежде всего потому, что это были спекулятивные соглашения, носившие временный характер, создаваемые в каждом отдельном случае для прибыльного повышения или понижения цен путем закупки или распродажи значительного количества тех или иных продуктов. В предыдущей главе были указаны основные причины возникновения картелей и синдикатов, являющихся естественным результатом развития современного капитализма. В античном мире капитализм отсутствовал. Рабство и отсутствие техники исключали возможность существования крупного капиталистического производства. Поэтому никогда не стоит этого забивать. То, что в том смысле, в котором мы понимаем капиталист современный, да, капитализм вот этот, то, что наемный труд и техника, вот это вот совмещение, разделение труда, отчуждение человека от своего труда и техника, концентрация капитала. Вот это и есть современный капитализм. Возвращайтесь к предыдущей главе, если непонятно. Но в идеологическом плане капитализмом, капитус, да, стадо скота и скотское отношение к людям, эксплуататорское, оно во всей эпохе называлось капитализмом в самом высоком своем проявлении. И вполне естественно, что не могло быть и потребности в ограничении конкуренции в регулировании незначительного ремесленного производства. Вторая часть. Обилие и расцвет монополий в средние века вводит в заблуждение многих исследователей, нередко отождествляющих эти монополии существующими в настоящее время картелями и синдикатами. Как известно, еще в Византийской империи для регулирования ремесленного производства императорами были созданы принудительные корпорации ремесленников. При помощи корпоративного режима государство хотело регламентировать производство и способствовать развитию ремесел. Эти же корпорации в форме гильдии и цехов перешли в эпоху Средневековья. Таким цехам действительно принадлежала обыкновенно какая-нибудь монополия в городе или вне его. Купцам торговая, ремесленникам промышленная. Купцы старались обеспечить спокойствие торговли, образовывались союзы, занимались сообща продажей туземных и иностранных изделий, помогали друг другу и выручали товарищей в случаях неудачи. Ремесленные цехи брали на себя ответственность за доброкачественность изделий своих сочленов и устраняли производство тех же изделий, если оно возникало среди вольных граждан. В основе их лежало устранение конкуренции. Кстати, ребята, там где-то в интернетах я видел видео о том, как нейросеть или что-то в этом роде, она прорисовала историю человечества за одну минуту. Как она его поняла, опираясь на весь материал, потому что нейросеть, она обладает сутоанализом. Как проанализировала, вот так оно и намешает тебе. И вышло так, что перед бронзовым веком у него шел век железный. Представляете, как интересно? Вот многие, ну как многие, по-моему Сундаков говорил о том, что бронза, она тяжелее по возделыванию, чем железо, чем металлы эти там. И как-то очень странно, что бронза шла впереди железа. Так вот на нейросети она нарисовала сначала, да, первобытный строй, потом железный строй, потом что-то происходит. Знаете, этот железный строй, он похож как-то так, что-то на средневековье. Потом античность начинается после этого железного века, потом из античности снова переходит в что-то такое типа железного века, но похожий на Ранессанс уже ближе. И с Ранессанса оно уже движется, ну как по накатанной истории, которую мы все знаем. Что там было в действительности? Бог есть. Членам цехов запрещалось держать учеников в количестве более определенного. Никто из них не смел стараться посредством скидок на цены получать работу, которая предназначалась для кого-либо из его коллег. В Льеже, например, в Бельгии мастера в столярном деле постановили штраф в три золотых флорина для тех, кто будет продавать товар по цене ниже установленной. В изготовлении пива для того, чтобы не возникло монополий в виде более выгодных условий производства в том же городе, изготовление пива разрешалось лишь один раз в неделю и исключительно в количестве не более 40 тонн. Какой же вам пример из жизни, нет, из виртуальности дать, чтобы понимали, что тут имеется в виду? Как это? Игра Гильдия, по-моему, называется. Гильдия 2, Гильдия 3, как-то так она называется. Вот это типично, ты как там свою династию развиваешь. Вот что-то похожее на Средневековье. Мэнер Лорд, по-моему, тоже недавно вышло. Я видел в интернете, как она выглядит, сам не играл. Но тоже очень похожа на Средневековье, в том виде, в котором сейчас мы его описываем. The Sims Mad Devil тоже рекомендую посмотреть. Ну, обзоры посмотреть, как оно делается, чтобы себе хотя бы просто представить ту эпоху. Сапожники, ткачи, кузнецы, слесари, плотники и всякие другие мастера, организованные в цехе, были между собой в соглашении относительно размеров своего производства и количества рабочих сил, которыми тогда являлись ученики. Относительно качеств и сортов сырых материалов, цен на них, качеств и сортов готовых продуктов и цен на них. Некоторые корпорации имели монополии по сбыту в одних местах, другие в других. Для посторонних устанавливались дополнительные сборы, пошлины, устраивались таможенные заставы. Каждый город, каждая местность имели свои права и привилегии, свои корпорации, пользовавшиеся монопольным положением. С внешней стороны, может показаться, что эти монополии ничем не отличались от современных. В действительности же они не имели почти ничего общего с нашими картелями и синдикатами. Средневековые корпорации и гильдии основывались на почве профессиональной взаимопомощи. В основе их лежало не столько стремление к ограничению конкуренции между собой, сколько совместная помощь друг к другу и устранение конкуренции со стороны. В основе образования картелей синдиката в нашем времени не лежит никакой взаимопомощи. Каждый современный предприниматель охотно уничтожил бы своих конкурентов. И только сознание своего бессилия заставляет его предпрочесть вступить с ними в соглашение вместо того, чтобы вести борьбу, слишком для него разорительную в настоящее время. Все про 21 век только что было сказано. В образовании средневековых корпораций лежит личный элемент. Принадлежность данной профессии к данному ремеслу делало именно данное лицо членов цеха. Взаимоотношения между членами цеха основывались поэтому на личных отношениях и носили личный характер. В современных картелях и синдикатах объединяются не лица, а предприятия. Объединяются фирмы, акционерные общества. И поэтому личный элемент совершенно устранен. Вот когда знаете, многие камрады, когда я был на митингах, они говорили, ну у каждой проблемы есть имя, отчество и фамилия. Так вот с капитализмом есть некая такая, как это сказать, особенность. Вот в целом мы не можем сказать, что за какой-то капиталистической объединяющей силой, коллективным капиталистом или что-то в этом роде, да? Ну то я чуть-чуть не туда побежал. Нет, надо сказать по-другому. За классом капиталистом прям стоят какие-то вот по отдельности имена, там Рокфеллеры, Ротшильды, Морганы, Стиненсы, Милфорды и прочие. Это не совсем правильное построение нашей мысли. Потому что это сегодня Ротшильд, завтра кто-то ему ударил в спину и уже там другая фамилия. Само сущность вот этого вот капитала, капитализма, это фирма, это общество. Это не личный там Ротшильд какой-нибудь. Это может быть знаете, красивая сказка рассказанная для людей, чтобы просто уважение заработать в капитальной среде. Что вот мы старые деньги, мы тут правители всего земного шара. Но это не значит, что эти акулы большого бизнеса, они подвластны самоуничтожению и уничтожению извне. Поэтому, когда драка идет непосредственно с капиталистическими элементами, то надо смотреть в глаза самой проблеме, самому капитализму. Не отдельному там Ротшильду или Барракфеллеру в зубы заглядывать в глаза, а самой системе в целом. Потому что это общество, это большие объединения, это большие фирмы. Внутри фирм тоже идут внутривидовые терки, злоси и прочее. Ну, по-разному. Хотя, коллективы, как-никак, иногда тянут друг друга. В средняковой образовании корпорации вступление в цехи носило принудительный характер. Оно подписывалось законом, и самое устранение конкурентов и регулирование всего производства носили принудительный характер. Картели и синдикаты нашего времени являются соглашениями добровольными. В основе их лежит свободный договор. Там, где нет свободного договора, там возникает уже государственная принудительная монополия. Поэтому современные картели и синдикаты носят названия частно-хозяйственных монополий, в отличие от государственных или казенных монополий, а также корпораций и цехи... Да, да, да. Извините. Казенных монополий, а также корпораций и цехи, развившиеся со II века по христианству, обнаружившие монополистические тенденции. Так, тут странички продублировались. Нет, не продублировались, я просто много перелистал. Казенных монополий. Средневековые же монополии были не частными, но общественными монополиями. Опа, вот и разница. Опа. Не частный характер присвоения, а общественный. Образование, соблюдение их уставов, регулирование их деятельности являлись не частным делом, а общественным данного города или данной области. Торгово-промышленные соглашения, с которыми мы познакомились, до сих пор относятся к эпохе Средневековья, и они существовали в ремесленном производстве. С развитием капитализма с конца 15 века и соглашения предпринимателей приобретают иной характер, отличающий их от Средневековых. То есть, я уже об этом говорил и, по-моему, на Маркса ссылался, что капитализм в современном понимании, да, вот частное присвоение результатов коллективного труда, оно, это 14 век, там, заря 15 века, и к концу 15 века уже стали более-менее видны все эти потуги воочию. Это отличие состоит, прежде всего, в том, что это не были соглашения ремесленников, и, во-вторых, эти соглашения происходили не в силу принуждения, а по почину самих производителей, и при том основывались уже не на городских, а на государственных привилегиях. Третья часть. Торговые, промышленные, частно-хозяйственные монополии мы находим уже в эпоху так называемого раннего капитализма. Что такое ранний капитализм, чтобы вы поняли раз и навсегда, но мы об этом уже тоже много раз говорили. То есть, это объединения, это союзы, возникшие приблизительно конец 15-го, начало 16-го века, ну, не то, что возникшие, а прямо уже задекларированные. То есть, мы их видим. Вот в Германии наиболее ранним случаем является картель, образованный в 1498 году, четырьмя аугсбургскими торговыми фирмами, для урегулирования торговли медью Венецией и устранения сильной конкуренции на этом рынке. Эти четыре фирмы заключили между собой договор, согласно которому на торговый дом Фудгера возлагался сбыт определенного установленного количества меди, добываемой всеми участниками. Остальные фирмы обязывались не сбывать свои меди, ни в Венеции, ни на другом крупном рынке. По цене. Были установлены предельная высота цен, причем указаны и минимальные цены в случае покупок большими партиями. Этот картель, стремившийся регулировать цены, сильно подавшие под влиянием перепроизводства, преимуществовал 16 месяцев. Через 35 лет возник второй картель под добычей меди по инициативе нюрбернского патриция Кристофа Фюрера, который после крестьянской войны, когда после крестьянской войны цены на медь на франкфуртской ярмарке сильно упали и сбыт совершался чрезвычайно туго, Фюрер составил докладную записку, в которой указал на затруднительное положение мирового рынка и на сильное падение цен. По его мнению, причиной этого являлась нерегулированность добычи избыта меди, разрозненность владельцев рудников, которых насчитывалось не более шести, должна была и в дальнейшем способствовать падению цен. Сначала проект Фюрера встретил противодействие, но так как цены продолжали падать, то в 1534 году четыре фирмы, к которым впоследствии присоединились и остальные две, объединились в один синдикат по продаже. В Нюрнберге была устранена центральная контора, на обязанности которой лежало служить посредникам между покупателями и рудниками, причем заказы должны были передаваться по очереди каждой фирмы. Для синдиката пошли сразу удачно, на что указывает следующее повышение дивидендов. В 1527-31 году дивиденды фирмы Лейтенберга не превышали 11%, а в 1535-м 14%, в 36-й, в 19-й, в 38-й, в 22-й процентах. Просуществовав три года, синдикат был возобновлен в 37-м году, но около 1540-го года распался. Ну вот видите, так знаете, дивиденды дивидендами, и тут чувствуется, что есть прибыль. Прибыль идет до ранние этапы капитализма, она действительно имеет место быть, и тут чувствуется прогрессия на лицо. О как! Нашедшее пока дано сведения о следующих соглашениях предпринимателей в Германии относится уже к середине 18-го столетия. В 1735 году образовался картель стеклянных заводов, поставивший себе целью регулирования сбыта и ценной изделия из стекла, сбывавшиеся в германских и голландских городах. При этом картель установил до мельчайших деталей таксы и все изделия из стекла. Кстати, а как вы думаете, а почему такой сейчас тут разрыв произошел? Потому что буржуазия еще не окрепла, феодальные устои мочат эту буржуазию. В 1743 году организовался просуществовавший затем 5 лет картель торговцев перьями для постельных матрасов на Аумбурге. В основу соглашения было положено урегулирование сбыта и производства. Всякий заказ, получаемый одним из участников, должен был распределяться между всеми. Затем было установлено равное для всех количество, которое каждый имел право сбывать на рынке не более 20 цен. Когда у кого-либо из участников выходил весь запас, то при получении нового заказа он обязан был взять нужное ему количество только у одного или нескольких членов картеля. В 1814 году между семью тюрингинскими заводчиками фарфора было заключено соглашение, конвенция, для урегулирования цен на фарфоровые изделия. С 1836 по 1844 годы существовал синдикат прусских квасцовых копий, регулировавший добычу квасцов, которые передавались затем для продажи на комиссию в группе крупных торговцев был установлен общий континент добычи, который распределялся в различных долях между отдельными копиями. Мы видим таким образом, что в ранней эпохе капитализма имели место торговые и промышленные соглашения предпринимателей, преследовавшие урегулирование цен, сбыта и производства. Такие же соглашения имели место в 17-м столетии в Нидерландах. Но наибольшего расцвета эти частнохозяйственные монополии достигли в стране, где капитализм в то время достиг высшей ступени развития. Я думаю, вы уже догадываетесь. Четвертая часть. Изучение промышленных частнохозяйственных монополий удобнее всего на примере Англии. Так, здесь в 16-17 столетиях было наибольшее развитие капитализма. Здесь мы находим многочисленные частнохозяйственные монополии. И характер их является типичным для всех монополий раннего капиталистического периода. Наиболее развитыми являлись здесь в то время следующие отрасли. Производство. Добывание квасов, соли, мылорования, мылорования, да, мыло, и горноделья. Именно в них организации производства получили наиболее капиталистический характер. В Англии, так же, как и повсюду, первые стремления капиталистов были направлены к утверждению за собой монополий. Каждый из капиталистов раннего периода стремился к тому, чтобы обеспечить за собой условия производства и сбыта. Наиболее благоприятный по сравнению с его конкурентами. Отсюда и огромное количество всякого рода монополий. Не было почти ни одного товара, для которого не была бы создана монополия. Когда однажды в парламенте читался список целого ряда привилегий, один из депутатов воскликнул. Не указан ли также и хлеб в этом списке? Хлеб? Воскликнуло все собрание в изумлении. Да, ответил спросивший член парламента. Уверяю вас, если так дальше будет идти, то еще до созыва ближайшего парламента на хлеб также будет установлена монополия. Много раз английская королева Елизавета обещала уничтожение монополий. Много раз издавались декреты, направленные к их воспрещению. Монополии, все равно монополии продолжали расти в числе и не исчезали. Типично точно так же и с Америкой. В 1624 году был издан статут против монополий и он распадался на две части. В одной монополии осуждались самым резким образом, в другой получали новую санкцию некоторых важнейших и существовавших монополий. Чем же объясняется живучесть монополий и как достигалось их осуществление? Предприниматели издавна поняли секрет объединения. В самые ранние эпохи экономического развития, в раннее средневековье, как мы видели, существовали уже различные виды объединений и соглашений предпринимателей. Если тогда эти соглашения носили характер взаимопомощи не в области производства и торговли, а в различных случаях профессиональной деятельности, то теперь объединения предпринимателей были направлены на то, чтобы захватить свои руки исключительное право на производство или сбыт данного продукта. Закон 1066. 1624 года не распространялся на городские корпорации и компаний. Отсюда появилась возможность широкого основания местных городских монополий. Но при расширившемся обмене местные монополии оказывались уже недостаточными. Тогда предприниматели выпрашивали у королевской власти привилегию на то, чтобы контролировать различные корпорации в разных городах. Это вызвало снова распространение монополий, побудившее к изданию против них нового закона 1642 года. Но и этому закону нелегко было уничтожить монополий. Короли, например, владели исключительным правом собственности на все находимое в стране золото и серебро и, следовательно, на все золотые и серебряные рудники. Благодаря этому королевская знать, имея в своих руках средства к монополизированию всех и медных, и свинцовых, и цинковых рудников, передавала свои права частным предпринимателям и их корпорациям. После победы парламента над королевской властью в 1688 году парламент издал известный биль о правах в 1689 году, по которому у королевской власти было решительно отнято право на какие-либо рудники. Право короны давать привилегии и монополии частным лицам было уничтожено. И искусственное их образование с этого времени было, если не окончательно уничтожено, то, во всяком случае, сильно затруднено. До этого времени, пока парламент не положил таким образом конец этим образованиям монополий, последние развивались самым блестящим образом. Уже в 1590 году появляются первые сведения о монополиях в угольном деле. Город Ньюкестель уступил принадлежавшее ему право на эксплуатацию копий 18-20 гостям, которые совместно и организовали добычу и сбыт угля. Деятельность их была направлена к монополизированию всего угольного отдела в пределах подведомственного им района. Сначала это им удалось с помощью города, преуступившего им свои права, но первые картылированные предприниматели этим не удовлетворялись. Им нужна была национальная монополия, то есть утверждение за ними исключительных прав в различных местностях. Для этого нужно было образовать гильдию и быть зарегистрированными королевской властью. Город Ньюкестель издавна уплачивал определенную подать в два шиллинга в пользу короны. Вследствие долгой неуплаты наросли значительные недоинки. Тогда гильдия предложила уплачивать 12-шиллинговую подать с тем, чтобы долги были прощены Ньюкестелью. Елизавета согласилась и в 1600 году новое общество было санкционировано королевской властью. Гильдия получила исключительное право на поставку угля суда и на вывозную торговлю углем. Для урегулирования интересов отдельных членов было установлено количество, которое должен был добывать и избывать каждый член соглашения. Через несколько лет начинают уже раздаваться жалобы на то, что гильдия, пользуясь тем, что она имеет в своих руках всю торговлю углем, заставляет иногда принимать плохой уголь или даже поставляет вообще негодный уголь к величайшему вреду для всего населения. Просуществовав до 50-х годов 17-го столетия, угольная гильдия навлекла на себя сильные неудовольствия в обществе и в правительстве и к этому времени должна была распасться. Значительное влияние привело также монополия добычи олова, находившейся в руках лондонских мастеров. Эти мастера получили право полного наблюдения над производством всех оловянных изделий в Англии. Мастерам нужно было для получения сырых материалов прежде всего избавиться от зависимости от монополистов, владельцев рудников. Лучшим средством к этому было создание собственной монополии. Для этого нужны были деньги на уплату королевы за передачу привилегий и владельца оловянных рудников. В 1615 году деньги были найдены путем образования специально для этой цели финансового общества из 12 членов, составивших капитал в 7000 фунтов стерлингов и перенявших вместе с корпорацией мастеров монополию добычи олова на 5 лет. Таким образом было создано смешанное предприятие, добыча сырого материала, олова и производство готового продукта, оловянных товаров были объединены в одних и тех же руках. И оловянные мастера получили возможность влиять на добычу сырого материала, на производство и на цены готовых продуктов. Почти самой значительной можно считать монополию добычи квасов и соли. В 20-х годах 17-го столетия группа предпринимателей обратилась к правительству с петицией, в которой доказывалось, что для пользы всего английского королевства необходимо соорудить рудники для добычи достаточного количества соли с тем, чтобы продавать ее по определенной умеренной цене. Для этого просители требовали, первое, запрещение ввоза соли из континента и второе, зарегистрирование общества, которое должно было бы иметь исключительное право на добычу соли в определенном районе. К началу 40-х годов уже существовало в полном расцвете соляная монополия. Цена на соль, стоявшая в 1630-35 году, в 13 шиллингов 4 песо полгода. Там как у них же шиллинг и ппппп он стерлинг шиллинг пиастры. Нет, пиастры, что с пиратами. К концу столетия достигло 27 шиллингов и 4 пенца. Участились жалобы потребителей и становилось ясно, что таможенное покроительство и обеспечение монополии искусственно поддерживали отрасль промышленности, не имевшую в то время для своего развития никаких благоприятных естественных условий. Значительное распространение получила и монополия по изготовлению стекла. Она существовала с 1574 года, когда итальянец Ферсалини получил патент на изготовление стекляных стаканов для питья до 1642 года. Патент Ферсалини состоял в том, что для своего производства он в качестве топлива употреблял уголь. Но так как другие фабриканты употребляли дрова и вследствие дешевизны дров находились в более благоприятных условиях, то под предлогом защиты лесов от истребления их правительство в угоду Ферсалини издало запрещение пользоваться в стекляном производстве дровами. Таким образом, патент превратился для Ферсалини в полную национальную монополию. Монополии соляная и стекляная относятся к таким отраслям промышленности, где производство еще почти не было развито, и куда нужно было привлечь предпринимателей и возбудить среди них инициативу и соперничество. Здесь поэтому создание монополий шло просто, гладко, без всякой борьбы. Совершенно иначе обстояло дело в развитых отраслях промышленности, как, например, в мылопаренном производстве, где еще в 1622 году была установлена монополия. Здесь происходила упорная и жестокая борьба между конкурентами. Целый ряд лиц, имевших связи при дворе, получал всевозможные привилегии, льготы и монополии, имея на своей стороне влиятельных лиц и корону, эти лица добивались запрещения воза поташа, запрещения производства мыла из других материалов, кроме расхитительных жиров. Извините, растительных жиров. Ой, расхитительных. Мне просто перед глазами пробежала картинка из Игор Анну, 1701, 1602, 1500. Там пираты бегали и все такое по морям. И мне что-то это вот расхищение напомнило. Там где-то в Банна 1800, по-моему, мыло надо было делать тоже. Вот оно вот, знаете, у меня просто перед глазами я понимаю, как это можно пощупать. Я вижу форму всего этого дела. Содержание идет, но форма иногда отстает от содержания. И вот, знаете, мечта есть вот это вот. Все вот это бы визуализировать. Ну, хоть бы фильмы какие-то показать об этом. В реальности это все сделать. Но как-то вот в Анну, смотрите, Анну, пожалуйста. Игра Анну, 1800, хорошо показано. Итак, целый ряд лиц, имевших связи при дворе, получал всевозможные привилегии, льготы и монополии. Имея на своей стороне влиятельных лиц и корону, эти лица добились запрещения ввоза, поташа, запрещения производства мыла, других материалов, растительных жиров, право контроля, чужих производств. Вот, все вверх. Эти привилегии привели к разорению и гибели целого ряда прежних заводчиков. Но зато создали огромную монопольную силу для новых предпринимателей. Производство мыла прежним предпринимателям было запрещено. Но затем, так как мыло, производимое новыми способами, не получило распространения среди главных потребителей, красильщиков и чесальщиков шерсти, то новые фабриканты ввели прежние способы и укрепили за собой исключительное право ими пользоваться. Благодаря этим условиям они могли вести какую угодно политику цен и прежде всего осуществить их повышение. Цены поднялись с 2 до 6 и 12 пенсов за фунт. Ого! В 3 раза повысились, а потом не то, что в 3, а в 6 раз повысились. Да. В конце 30-х годов прежние заводчики, передав короне более крупную сумму, чем та, которую давали обыкновенно монополисты, вернули себе все свои права. Так шла с переменным успехом борьба между монополистами и ранними предпринимателями. Но еще в 1657 году монополия была в полном расцвете. Монополии создавались не только в капиталистическом производстве, но и среди ремесленников. Этому способствовала и зависимость ремесленного производства от капиталистов, имевшее место, как известно, в 16-17 столетиях. По мере развития капиталистического производства, ремесленники во многих случаях обрекались или на полное прекращение своего дела, или на доставление капитала каким-либо путем. В последнем случае капиталист, давший капитал, получал влияние и на все производство. Союзы и гильдии среди ремесленников были сильно распространены. Инкорпорирование этих корпораций брал на себя капиталист, сужавший гильдию. Ремесленники капиталом, но принимавший под свой контроль всю данную отрасль производства в данной местности. Ремесленные мастера были довольны таким оборотом вещей, считая себя обеспеченными под защитой капиталиста. На самом же деле они попадали в еще большую зависимость от него, а капиталист создавал и получал в свои руки новую монополию. Был и другой, более прямой путь создания монополии среди ремесленников. Для осуществления крупных предприятий привлекались богатые капиталисты, образовавшие специальное общество для финансирования. В 1616 году была создана таким путем монополия драв для производства булавок. Один из придворных, сэр Томас Бартлетт, заключил с корпорацией мастеров, занятых изготовлением булаков, договор, по которому вложил в дело 8000 фунтов стерлингов. Он обязался доставлять им нужный сырой материал, проволоку, за что корпорация, в свою очередь, передавала ему на определенных условиях все свое производство. В 1618 году Бартлетт добился запрещения ввоза в Лондон и его окрестности проволок и булавок чужого производства и таким образом мог обеспечить за собой, по крайней мере, для данного района монополию. Таким же путем была создана монополия по изготовлению бобровых шапок. Часть пятая. Эти несколько примеров из истории крупных монополий в первый период капиталистического развития приводят к следующим выводам. Итак, выводы. Ну, тут конспектируйте. Первое. На самой заре современного капитализма уже господствовала несвободная конкуренция, а монополия. То есть искусственное ограничение свободного соперничества между предпринимателями. Поэтому, когда Вадим Анатольевич Прохоров вам говорил, 250 лет капитализм находится в состоянии покоя. Это, конечно, правда. 100 лет минимум. Но эта форма догнала содержание, я могу так сказать. То есть 1903 год, официальное основание ленинизма, установление, что вот он появился, но развитие капитализма в России Ленин написал ранее, еще до конца. 19-го века. То есть монополистический капитализм уже завершился как символ своего развития в 1873 году. Я беру этот год, потому что тогда Рокфеллер основал самый большой мировой трест 19-го века под названием Стандарт Тойл. Ну и там ему, воевал с ним, стал летельный трест. По-моему, Морганом. Но это уже как бы законченное формирование монополий. Все, там выше, это потолок. Дальше некуда. То, что там концерны, холдинги и прочее, это уже дополнительное там название. Немножко там кое-как отличается. Но это не суть. Выше треста нету ничего. Итак, это уже почти 73-й год. Это ого-го-го. Это почти 150 лет. 50 лет, да. А раньше берите. Вот мы сколько сейчас пробежались, да? Эпоху капитализма там 15-го века. Ну, не 16-го, не 17-го. Ну, вот с вероятностью 100%, 100 лет, как минимум, больше даже, 120 лет, капитализм находится в состоянии покоя. А еще с большей точностью, ну, большей точностью, что может быть больше, чем 100%? Ладно, ничего. Можно тоже сказать с уверенностью, скажем так. 250 лет в состоянии покоя. Ничего не меняется. Представляете, вообще ничего. Меняется только форма. Форма меняется. О, поменялось. Тачки поменялись. Машинки поменялись. Ладно. Второй вывод. Торгово-промышленные монополии, с которыми мы только что познакомились, отличаются самым резким образом и от средневековых гильдий и корпораций, и от позднейших торгово-промышленных соглашений предпринимателей. От первых эти монополии раннего капитализма отличаются тем, что они носили народно-хозяйственный и национальный характер. Средневековые монополии ремесленников, торговцев, цехов и гильдий распространялись лишь на отдельные местности и области. Это были монополии данного города, данного округа, данной области. Монополии же, изучаемые нами сейчас, охватывали производство избыт в различных местностях. Они приобрели междуместный, междугородный, интеркоммунальный характер и распространялись на все государство. От монополий более позднего периода капитализма они отличаются тем, что они создавались неестественно, но в силу внутренних условий капиталистического развития в данной отрасли промышленности, но не в силу, не в силу, извините, но искусственным путем. Наиболее характерными условиями их существования являются 1. Правовые привилегии, которыми наделялись отдельные лица или корпорации со стороны правительства. 2. Принудительное, основное на законе запрещение или даже прямое подавление чужой конкуренции. Таким образом, эти монополии создавались не в процессе свободной конкурентной борьбы, а исключительно на основании частных привилегий для одних и незаконных нарушений прав других групп предпринимателей. При таких условиях эти монополии, искусственно созданные, не могли быть долговечны. Существование их зависело от согласия или несогласия каждого отдельного носителя королевской власти и тех, кто в данный момент был близок к власти. Кроме того, пользуясь монополией, основанной на специальных привилегиях, монополисты-предприниматели могли вести какую-нибудь, какую угодно политику. Они безнаказанно, хищнически эксплуатировали народные богатства, производительные силы страны и платежные силы населения. Очевидное искусственное существование большинства этих монополий вызывало, благодаря этому, сильный протест против них в обществе и среде экономистов. И в течение всей первой половины 17-го столетия идет непрерывная агитация против монополий и в обществе, и в печати, и в парламенте. Появляется бесконечное количество памфлетов против монополистов. В парламенте не прекращаются антимонопольные дебаты, доходящие до того, что в 1641 году из парламента даже удаляются насильно четыре сторонника монополий. Агитация против монополий приводит к заключению в биле о правах 1689 года параграфа воспрещающего монополий. В 1690 году парламент отклонил проекты некоторых предпринимателей, которые должны были привести к созданию монополий. В 1711 году издается категорическое запрещение всяких договоров и соглашений, имевших целью монополизирования угля. Начало 18-го столетия застает Англию в период оживленной и решительной борьбы против монополий. Свободная конкуренция объявляется наилучшим регулятором всей хозяйственной жизни. Городские привилегии и исключительные права городских корпораций также исчезают. Развитие путей сообщения, получившие могучий толчок. В начале 18-го столетия экономический расцвет многих промышленных и торговых центров еще более укрепляет общество и писателей в их борьбе против монополий. Вот когда многие там либералы воют... Вот это вот против монополий, вот сейчас многие выступают против монополий, как бы либеральная сторона делает, так это сразу чувствуете ручки Лондона. Они-то сами монополисты, но это возможность вот этого вот компромисса их длинного. Но ведь очень давно сидят старые деньги в власти, очень давно. Вот 250 лет наверняка, ну 100 лет точно. Ну там они меняются между собой, но тем не менее. Это очень здорово, то как они умеют воевать против друг друга. Шестое. В то время... Итак, шестое. В то время, однако, когда в общественной и политической жизни шла борьба против торгово-промышленных монополий, в экономической жизни, тем не менее, происходил свой самостоятельный процесс развития, который не только не исключал, но благоприятствовал возникновению соглашений среди предпринимателей. Изданный в 1711 году указ, содержавший в себе запрещение монополий в области угольного дела, подобно всем предшествовавшим аналогичным законам, имел мало успеха. В середине 17-го столетия были упразднены большей частью пережитки средневекового финансового и экономического строя. И вместе с ними упразднили сейчас на хозяйственные монополии, обязанные своим существованием привилегиям, которым корона наделяла частных лиц и отдельные корпорации. С конца 17-го столетия и главным образом с начала 18-го столетия распространяется новое торгово-промышленное соглашение предпринимателей, возникающее естественным путем в процессе свободной конкуренции, ставившее себе целью смягчения жестоких условий конкурентной борьбы. Об этих соглашениях уже говорят многие писатели и даже экономисты, изображающие подобные шествия свободной конкуренции, исследуют влияние и роль этих соглашений предпринимателей. У Адама Смита, которого обыкновенно принято считать абсолютным защитником свободной конкуренции, противников каких бы то ни было корпораций предпринимателей, можно найти немало мест, в которых упоминается о действующих объединениях предпринимателей. Невозможность ограничения свободной конкуренции Адам Смит признавал лишь в тех случаях, когда возможно какое угодно увеличение производства. Я вам так скажу. Свободная конкуренция, свободный рынок, free market capital, это вообще выдумка, его не существует по сути. Он существовал где-то там в самом начале, как мы видим, 15-14 век. Вот там где-то, только-только как нарождался. А потом мы смотрим монополии снова, а там монополии, давай их давить монополии. Ну вот вроде подавили, вроде восстановили свободную конкуренцию. И что, опять? Опять только на словах, а монополии никуда не исчезли. Там же, где это невозможно, где производство в своем расширении наталкивается на определенные границы и предприятию ставятся известные пределы, Смит признает и возможность, и целесообразность коалиции предпринимателей. Если определенное число мясников имеет исключительное право на продажу мяса, то, несомненно, они легко могут согласиться между собой о том, чтобы держать цену на определенном желательном для них уровне. Промыслы, требующие исключительного числа рабочих, сил, легко выступают между собой в соглашении. Какая-нибудь дюжина чешальщиков шерсти может содержать тысячу ткачей и прядильщиков. Согласившись между собой не принимать участников, они могут монополизировать этот промысл и назначить за свой труд цены, далеко превышающие обычный уровень. Из этих мест в труде Адама Смита мы можем заключить, что уже в то время неблагоприятные последствия свободной конкуренции для самих предпринимателей сильно давали себя чувствовать. И уже тогда становилось ясными выгоды соглашения. И когда в 1833 году была произведена анкета о положении промышленности, торговли и судоходства, то один из текстильных рабочих высказывал следующее мнение о причинах тяжелого кризиса. Мы долгое время думали, что наше тяжелое положение в значительной степени объясняется применением правовых ткацких станков и иностранной конкуренции. Но теперь мы считаем это мелочью по сравнению с отечественной конкурентной борьбой, которая господствует среди наших предпринимателей. И пока это состязание между ними не будет устранено, нам не станет лучше. Да, монополии все равно живут друг у дружку, да-да-да. Конкуренция, да-да. Свободная рыночная конкуренция, где каждый должен убить другого, грубо говоря, поглотить. Она все равно ведет к монополии. Это заявление является чрезвычайно характерным показателем того, насколько уже в 30-х годах 19-го столетия в различные круги промышленного населения проникла идея ограничения конкуренции путем объединения предпринимателей. И действительно, с конца 18-го столетия мы видим уже образование в развитии вполне современных картелей и синдикатов. Около 1770 года состоялось собрание представителей и владельцев угольных копий в Сендерленде и Нью-Кестле. На этом собрании было заключено соглашение относительно цен. Соглашение это периодически затем возобновлялось. Таким образом, в 1771 году возник тесный союз, существовавший с небольшими перерывами до 1884 года. Почти 100 лет. Для своего существования союз добился осуществления двух условий. Монополизирование всей области добычи и всей области сбыта, то есть Лондона и его окрестностей. Прежние ограничения конкуренции, создаваемые законом насильственным путем, отпали. Но зато теперь на их место, благодаря высоте издержек на транспорт, выступили новые препятствия для чужой конкуренции. На суше действовала высокая стоимость транспорта. На воде по каналу транспорт значительного количества угля в Лондоне издалека был затруднительнее. Нью-Кестл пользовался таким образом естественным монопольным положением. В 1771 году был заключен картель между коневладельцами Тайны и Вира. Картельный договор сохранился в тайне для того, чтобы не подпасть под репрессии закона 1711 года. Характерно, что уже тогда картель, прибег к средству, которое для урегулирования производства является обычным в современных картелях и синдикатах. Тем копиям, которые производили худшие сорта угля с более высокими издержками, были обеспечены путем фиксирования цен определенное дополнительное количество добычи. Этот картель продержался до 80-х годов. Затем, в 1786-87 годах, возник новый картель, который сохранился в течение многих десятилетий. Этот картель установил уже контингентирование производства, ограничение продажи. Limitation of Vend, называется она, основал продажную контору Committee of Cold Trade. И распределил производство в определенных долях между различными копи-владельцами. Три пятых копиям в тайне и две пятых в вере. Затем была урегулирована добыча каждой копии в отдельности. Каждой была определена доля участия в общем фиксированном количестве добычи всего округа. Годичное собрание всех коневладельцев устанавливало контингентирование производства. Как это все слово? Сколько раз я уже говорил, но у меня успешная деятельность картеля заставила присоединиться к нему в 30-х годах 19-го столетия целый ряд копий других услуг. На ряду с картелями существовало также объединение между угольными торговцами в Лондоне, которые занимались спекуляцией на ценах на уголь. То скупая большие количества и тем искусственно повышая цены, то распродавая его и таким образом понижая цены и всей своей политикой поддерживая картель. До начала 40-х годов длится расцвет картеля. Но с постройкой железных дорог появляются возможности чужой конкуренции. Железные дороги уничтожают затруднения в деле транспорта и понижают издержки по перевозу угля из других областей. Эксплуатация новых копий становится столь же доходной. Уже с середины 30-х годов замечается безостановочный рост количества новых копий. Монопольное положение угольного картеля исчезает. Появляются новые конкуренты и соглашение распадается. В 1844 году картель ликвидируется. Я остановился более подробно на этом угольном картеле, потому что его возникновение и деятельность представляются чрезвычайно характерными и для современных картелей. Он возник сам собой и естественным образом из условий капиталистического развития под влиянием тягостей о разжесточенной конкурентной борьбы. В основании его лежало тоже стремление предпринимателей к монополии как к способу извлечения в свою пользу возможно большей прибыли. Какое существовало у монополистов раннего периода капиталистического развития. Но тогда этому стремлению удовлетворяли привилегии и милости коронные. Теперь же сама конкуренция, вопреки запрещению со стороны закона, приводила предпринимателей к объединению. Чем сильнее ты давишь предпринимателей, тем сильнее они будут объединяться. Запретный плод сладок. Мы прочитали примечания ко вторым годом. Это Коли, Сальвиоли, Бабле, Баблетт, Делакруа Анонне, Моленберга прочитали, Стейнда прочитали, Андре Сайсона прочитали, Хуме прочитали, History of England, Леви, Monopoly, Cartelian Trust. То есть это Леви мы с вами тоже основой экономического могущества США читаем. Поэтому здесь у Загорского очень хорошо вмещен Леви. Поэтому мне не надо читать его сейчас вам в другие книги. И Monopoly, и Cartelian Trust, 1909 года, вот страничка 14, а сюда влита. И страничка 15 и так далее. Каннингем, The Growth of English Industry in Modern Times. Развитие английской промышленности в современное время. Леви, английский картель, Девернстанге, Шольме, ну короче, Леви снова-таки Monopoly и Тресты. Леви указанное сочинение. Price to the English Patent of Monopoly. Леви и Каннингем, Дэвиса прочитали. Создание кампании для контроля над несколькими отраслями, но это тоже Каннингем. Адама Смита лекции. Justice on Lectures on Justice and Policy, added by Edwin Cannon. Цитировано Херст. И снова-таки Леви и Мак Расти. The Trust Movement in the British Industry, 1907 год. И Леви указанное сочинение. И так далее. По технической индустрии Англии и США. На этом мы заканчиваем главу вторую. Следующая глава, глава третья. Это экономические природы синдиката Витрестов и отличие их от предпринимательских союзов. Тоже знать, тоже выучить, тоже любить и обожать. Благодарю всех за внимание. Сила в пролетарской правде. Продолжение следует.